итак дорогие друзья вновь я вас приветствую на нашем канале мы продолжаем играть вскарим special edition ремастер версия играем на легендарном уровне сложности в игру я играю впервые и ловлю просто офигенный кайф играть шедеврально давайте давайте продолжим ваня сегодня смотрел твой стрим резал хлеб так вот засмотрелся на тот момент ставим криком тролль в пещере и медведь или обрезал себе палец но газа вам прости прости друг надеюсь не сильно плазма ferris приветствую на нашем канале добро пожаловать приятного просмотра пепельный бард устало вздыхает и и откладывает перо он составил первую часть баллады на основе полученных слухов скинуть сириус красавчик спасибо тебе большое выложи пожалуйста в группу вконтакте у нас есть ну ты знаешь у нас есть альбом творчество он абсолютно открыт для всех участников сообщества поэтому туда выложи мы обязательно оценим оценим твои труды и старания так ну что погнать как же хорошо гамать с кариму зимой и пить горячий чай что может быть лучше а ну да другую сторону 6 утра до давайте я наверно все таки я все таки дождусь утра надо посмотреть что за жители этой деревушке возможно они дадут нам пару квестов ну пару десятков квестов я хотел сказать если я не смогу это сделать потому что я уже в бою да я в бою отлично давайте часть к 4 постоим на морозе но а вот и люди появились от чужаков вечная неприятность а так эри главное хорошо мне нужна работа да там дров нарубить убийство мобов принести перья деревня анга платит по счетам ланнистеры всегда платят свои долги так ты главная на лесопилке англи именно мой отец воевал против эльфов в великой войне и погиб а я осталась одна мне все равно что там в мире творится мятеж пробуждение драконов мне заботы на лесопилке хватает из людей ярла прости я думала тебя прислал скальт старший нам нужно выполнить заказ а он терпеть не может ждать слушай если будешь у дан старе можешь передать ярлу эту записку конечно что он получит свой лес вообще изи с радостью с радостью помогать его конечно в ней здраво на продажу женщин честная плата за честную работу ух нифига 45 золотых за 9 бревен так это много я ищу работу кстати если у тебя есть топор ты всегда можешь рубить лес и зарабатывать просто приноси мне все что на рубишь это такой халявный заработок вообще он пошел порубил и все так окей давайте мы по домам походим но скорее всего не будут заперты д ну я чужак поэтому они двери закрывают а здесь можно конечно в ломануть у меня лавла был нет синие платье девочки секунду чем я понял видимо это лесопилка но сделано просто чтобы была она такой легкий заработок если вдруг прям жизни к стенке приставит пошел нарубил но это правильно потому что такие вещи нужны то есть это и баланс не ломает но все же все же бывает высокой прелесть чем у нас еще я могу спать уже кровати интересно сколько у нас денег 4 200 клык хоркера так давайте еще второй сходник в общем да здесь если квеста и буду то такие но маловероятно так ты дракона рожденные великий воин о котором ходит столько слухов убийца драконов и покоритель этих земель и как раз понадобится твоя помощь принеси мне из погреба кастрюлю для дома балки здесь можно приобрести а ну нам же проще честно говоря квестов столько много что поменьше бы их поменьше мы сейчас еще и в тайное в темное братство точнее будем вступать но я планирую поэтому там еще квестов 10 на работе и си и си и си и си не больше дорогая кстати говоря но для шкуры смысле соблезубого тигра как-то однажды я здесь убил такого ничего особенного конечно о скилл нет ну тогда с собой возьмем может быть на досуге почитаю о зелье купца отлично хорошая штука окей все надеюсь сейчас мы уже идем в город было бы здорово стекло стоит собирать для крафта стеклянное оружие да ну тут со стеклом проблем в принципе нету поэтому она весит хотя часто принципе чем не париться я могу я могу столько вещей таскать уже ну окей будем собирать тогда будем собирать тогда тем более кузнечное дело 70 левел не за горами если повезет даже может быть сегодня апнем уже мистер вы заблудились маяк да нет я хороший принципе на некоторые вещи люди в скайрине смотрят более широко чем жители других провинций маяк знает почему фалмеры слепые исчезновение маяк знаешь что наверно если я если я был бумагом он бы со мной заговорил но поскольку я не маг очень атмосферные локи конечно здесь спасибо ласириус спасибо за твои труды я обязательно заценю ребята вы тоже не оставайтесь в стороне вот кровоточащая марта вот боже мой спасибо за подписку добро пожаловать на канал у нас есть три писи и трепещущий сосочек левая левая сиська правая сиська теперь теперь матка обалдеть можно ну зайчик ты чего тут забыл то этот персонаж майк есть во всех свитках от беседки они уже легенды ходят и миллиарды мемов тебе очень повезло что ты его встретил дала серьезно что то есть он он просто ходит по миру и случайным образом появляется в разных местах что ли ну окей слушайте это на работе город и гораздо больше чем вайтран просто огромен ну по крайней мере по своим масштабам куда-то ладья исчезла только что было по мосту на пройдемся слушайте а здесь есть какие подводные локации короче не давайте по мосту как нормально люди мы пройдем но здесь даже он какая-то кпп еще и дом какой-то очередной во первых я никогда не был в марафинке во вторых на вулканических почвах все само собой растет если ищешь где подзаработать нам как раз нужна помощь сражаем работа на ферме тяжела иногда можно отдохнуть но приходится тогда слушать братья помнящих о несправедливости балфрида конечно не выносить пима но хорошо платит счастью никто города меня здесь нет не будем их обворовывать блин ну тогда нам взломаем да блин да майка встретить это это редкость но если ты встретишь майка и айка с неба золото посыпется да ладно вой можно тебе дать один очень важный совет но к сожалению может содержать немного спойлеров но не конкретных но если он реально важен ну как бы ты можешь написать так издалека хотя бы чего это касается то чтоб я понимал навык изменения но это конечно наверно да вообще сидит в летней рубашке такое вообще не париться парень я в замерз в твоем месте надеюсь когда-нибудь нам удастся узнать друг друга лучше я надеюсь что нет это не боишься тропать отец мой всегда говорил что глупо волноваться о том что изменить не можешь если мне на роду написано умереть в когтях дракона так оно и будет а пока я буду жить как хочу могу ли я купить лошадь она продается если у тебя есть деньги не в жопу бывает что только быстрый скакун решает жить тебе или умереть да здесь я чувствую буду долго бегать каджиты да он и хвост и урячу такое да и интересно я ничего продание не соворовал так что она ну реакция нормально шаги целый день каждый день ты хоть представляешь какие они скучные животные нет честно говоря если бы стража прислушивалась к словам виолы мясника бы уже поймали мясника о квест на мясника оставим это специально села до проспорить мил своего мужа но время от времени он слегка скучного скучного а то есть это намекаешь детка до чтобы мы с тобой воссоединились как бы так украсть то что же попробуем ломануть гост звал нет это ну к это даже не спойлер как бы ну да я тебя понял я тебя понял хорошо я вот что мне уже говорили что здесь придется выбрать какую-то из сторон рано или поздно почти но что чтобы ждет давайте реально попробуем ей корзину на голову одеть не лучше кастрюлю мыла потом не хватит избавиться от этой вони дала не переживай подруга так ну а как же я то я тоже должности на голову одеть до уклада пошла то присаживайся папич ой я не хотел этого воровать так окей услышите мне это понравилось мыла потом не хватит избавиться от этой вони да осторожнее с этим да лан не переживай стыковка хюстон мы вас слышим стыковка отрастила свои волосы блин новая броня луковый рыцарь блин ну что за несправедливость ну ладно все давайте пойдем пойдем дальше зачет не но это забавно носить с кастрюли на голове и такая уть нам просто пьяная эль эль так и работает в принципе хорошо я тебя понял да да честный труд бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла и жопа давайте глянем что это за облиц как а это статуя ну давай ноги подымай свои слушайте да тут там что то есть вообще эпик вообще эпику класс заблуждение от аллоса где-то я это имя здесь уже встречал благословение талоса ну кей лан давайте тоже давайте двигаться в сторону города блин пипец здесь заблудиться можно ну 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 комода не будем шарить там хлам один наверняка какой-то очень такой монументальный город то есть я вижу здесь такой гигантизм огромные ворота вот эти вот колонны вот собственно и мы газу он давай при этом те просмотра в кинотеатре и спасибо за просмотр у нас все стрим будет идти долго так что я думаю еще увидимся это не наша война горожане называют меня капитаном потому что в свое время я ходил он не просто не хочет разговаривать ненавидишь темных эльфов будешь насмехаться над нами и гнать прочь да я ненавижу темных эльфов нет я не питание новости к вашему народу тогда ты здесь долго не задержишься винтхельм оплот шовинизма и дискриминации этот город тебя не достоин похоже эти норды доставляют тебе неприятности как насчет убить их за 100 золотых нас не любят и роль в первую очередь как напьется как под утро идет гулять по кварталу серых выкрикивая оскорбление представляешь какой душка щупа кому-то думать что ты шпионка и не только на темных эльфов органиан они тоже презирают да и вообще любят запугивать всех кто не норт тебе пару септимов надо пиастер вода эти бедные старушки господин у вас не найдется лишь не монетки вот возьми золотой боги всегда улыбается щедро должна будешь горожане называют меня капитан потому что в свое время я хотел я потерял семью много лет назад по правде говоря я не знаю что меня еще держит народ говорит про убийство это настоящая беда похоже по винтхельму разгуливает убийца адам джинсона 5 на его счету уже три жертвы хотя может их и больше просто тела пока не нашли все жертвы молодые девушки будем надеяться что стража быстро отыщет эту мерзкую тварь и отправит ее на плаху чем можно заняться в городе хочется убить время можешь заплатить коликста пару септимов и поглядеть на его новые дико если нужны товары отправляйся на рынок если ты ищешь стол и кровь это тебе в очаг и свечу ты капитан корабля или капитан стражи никакой я не капитан то есть больше никакой меня так просто называют потому что раньше я был капитан долгое время я плавал по рекам и морям скопил торговли денег и купил собственный корабль а когда я отошел от дела поселился винтхельме меня уже многие знали как капитана вот и зовут так до сих пор а кто из горожан заслуживает особого внимания кланы расколотой щиты жестокое море контролируют почти все денежные потоки что идут через город и конечно тут живет сам ульфрик ярл и будущий верховный король совсем забыла нашей дорогой виоле джордана совать свой нос в дела всех и каждого это еще уметь надо пожалуй она тоже своего рода выдающаяся личность ну что шла до попутного ветра и спокойного моря это старинное прощание моряков но она блин ворованная я пока не смогу продать давайте возьмем пусть будет рано или поздно мы сможем продавать эффект дар милосердия на меня повесили еще посмотрим я не знаю что такое я не вижу ничего подобного так блин город большой для начала наверное стоит зайти в таверну а тут две двери пообщаемся с местными звать меня я повар в очаге рад познакомиться не нельзя сразу бросать в огонь большие полень щепочек мне все еще тяжело прийти в себя с тех пор как как мы остались без дочери и врагов победит то сквозь адское пекло пройдет невредим и доблесть его кольцо малой скрытности наконец-то наконец-то я нашел наконец-то я нашел зачарование на скрытность эпик хорош петь бесишь я даже не знаю что мне теперь делать как жить дальше я так по ней тоскую но может быть я могу вам помочь стараюсь не думать о ней но иногда совершеннейший пустяк вдруг напоминает попробуй свежевыпеченного хлеба и доброго сыра если ищешь чем бы перекусить почему ваша гостиница называется очаг и свеча здесь наверное кто-то держит свечку вы заметили ту свечу над очагом наверху она была зажжена сто шестьдесят три года назад тогда в этом доме жил великий воин по имени вундхейм когда до его сына декарта дошли вести о гибели отца он зажег это свечу чтобы почтить его память никто не может сказать почему но свеча горит до сих пор а где можно узнать что-нибудь о магии боже мой только не здесь это слишком опасно нет уж давай лучше в коллегию интерхол лучше уж так чем гикшатся с чародеем ульфрика как некоторые погляди мне кажется ли этого персонажа озвучивает тот же актер что адама дженсона да да он кстати есть очень многих персонажа озвучивает его во всех играх у нас актеров дубляжа к сожалению не так много то на русской сцене нет еда мне не нужно и не своровать за юность мы пьем прошлом дням наш почет меня меня притеснений совсем истечет продолжать землю на отстань от меня женщина у всех проблемы я не хочу тебя слушать они на втором этаже поют и дети битва нам словно мать нас он дарт чтет светлый каждый раз жизнь отдать и долго еще не буду готов но прежде очистим мы отчизну свою не уступим наших надежд воронью есть тебе ульфрик по праву трон твой здесь в твою славу на спир горой как жить дальше я так по ней тоску и слушайте ну стопудово у него квест будет стараясь не думать странно почему блин написано же пусто это раковина а это видим кухне да понятно короче у них основной food court так скажем на втором этаже о о о блин Да вы издеваетесь. Да, они издеваются. Они издеваются. Они издеваются. Пипезда, какое здесь окно-то маленькое. Охренеть можно. Нормально, не страшно. У нас почти 5К. Я только сейчас заметил, что когда ломается отмычка, у нас повышается навык взлома. Давайте с другой стороны пройдем. Я не должна хоронить своего ребенка. Каждую ночь я... Эй, ты любишь темных эльфов? Убирайся из моего города, мразь. Вы такой любезный. Почему ты ненавидишь темных эльфов? Они просто паразитируют на нас. Живут в нашем городе, под нашей защитой, а взамен ничего. Я знаю, что их пригласил сюда Верховный Король. Но что-то я не помню, чтобы он меня спрашивал. Или кого-то еще. А стоило бы. Ты думаешь, что темные эльфы и правда имперские шпионы? Не удивлюсь, если так и есть. Скайрим весь поднялся на битву за свободу, а они даже не почесались. Да и талморцы эти. Они ведь тоже эльфы. Наверняка все заодно. Надо бы собрать ребят, отловить парочку эльфов, да допросить хорошенько. Интересно, что будет, если с ним поговорить, будучи темным эльфом. Да, вот я тоже об этом подумал. Я же лесной эльф, и я ожидал какого-то диалога, что, блин, ну я эльф, только белый. Сколько дом стоит? Пять тысяч. Знаешь что, братишка Рольф, каменный кулачок, мне не нравится твое отношение. Нравится? Да! Мои проблемы. Это наш город. Наш. Думаешь, я тебя не побью? Ставлю сотню, что я тебя так отделаю. Мама не узнает. Нет, ну к лаках я не умею драться. Да, именно так. Вот слуха... Расскажи мне о Талосе. Талос, носивший в смертной жизни имя Тайбер Септим, объединил Томриэль и основал империю. За свои подвиги он удостоился великой награды, примкнуть к богам в вечном сиянии их славы. Единственный из смертных. Мы почитаем его и стремимся брать с него пример. Конечно, не в том, чтобы вознестись на небеса, но в том, чтобы трудиться на благо Нирна. И какое же отношение Талос имеет к войне, подруга? Народ в Виндхельме набожный? Как часто бывает, те, кто пережил ужасные потрясения, обращаются к богам. После смерти дочери, расколотые щиты часто здесь бывают. Хильеви жестокое море часто заходит, но вот ее муж не появлялся здесь уже много лет. Ульфрик обычно просит даровать ему сил. Еще я общаюсь с капитаном-одиноким шквалом, но он проводит здесь совсем немного времени, слишком занят. Слишком занят хождением по площади, да, круги. Да прибудет с тобой благословение Аркея. Да прибудет с тобой святая Андрастея. До сих пор не верю, что Изабеллы больше нет. Такая была чудесная девушка. Ммм, это видимо... Сейчас, как никогда раньше, миру нужны истории о самопожертвовании и герой. Холи щит! Как Эльда может ненавидеть темных эльфов, если почти ничего о них не знает? Ууу, бейби. Я готов. Ууу. Да. Чтобы вот так без одежды разгуливаться, можно быть не в своем уме. Да, детка, ты меня сводишь с ума. Так, что у тебя в кармашках, сучка? Если ты ищешь наемника, то он перед тобой. Нет меча сильнее во всем Скайриме. Чувак, а что у тебя стол дергается-то? Стэнвард, компаньон? Если ты ищешь самого сильного из всех наемников Скайрима, то больше искать не надо. Да, да, да. Так каждый говорит. Жаль, лучше не странствовать в одиночку. Все нормально у меня со странствиями. Ой. Здесь несколько выходов. Бедные старушки, у тебя уже там миллион, блин, золотых. Каждый дает по одной монетке. Я владею фермой Астралист рядом с городом. Честный труд. Пусть и слегка однобратно. Фогель, спасибо за подписку. Добро пожаловать на канал. Приятного просмотра. Целый день. Каждый день. Ты хоть представляешь, какие они скучные животные? Будь начеку. Мясник может прятаться где угодно. Капитан Одинокий Шквал просто избегает меня. Я уверена. Что тебе нужно? Могу я заказать песню? Конечно. Чем могу служить? Можешь сыграть песню о Довакине? Да. Да. Довакин, Довакин. Тун-тун-тун. Как Эльда может ненавидеть темных Эльд? Я вам этого не говорила, но если хочется выбить по-настоящему, посетите клуб в квартале Север. А вы знаете, что свеча над очагом не гаснет уже добрую сотню лет? Не знаю, к сожалению. Могу ли я что-то для тебя сделать? Да. Смотрите, как она реагирует, да? Ну, ты будешь петь-то, женщина? Чё, странно. Вообще ни одного квеста не дали даже. Типа ты сыграла? А чем ты занимаешься? Я Барт из коллегии Бардов Солитюда. Таким скитальцем, как ты, стоит подумать о том, чтобы вступить в неё. Стрим нет. Стрим уже идёт давно. У нас на канале живёт дружелюбный бот. Команды бота под плеером трансляции. Можете ознакомиться. Конечно. Где моя песня? Да. Играй, женщина. Одна из самых любимых мною. Ну, да, моя тоже. Да. Ему нравится. Короче, пошла в жопу и всё, я ухожу. Она фальшивит просто. Так, ну, давайте дальше пойдём. Нет, это очень огромный город. Здесь ещё такая цветовая гамма, что можно пропустить двери. Ни хрена не видно. Давайте, ладно, мы сначала по западному крылу побегаем. Опа. Кладбище. Что это? Ага, кузнец где-то. Он, наверное, в доме греется. Изи. Типа. 5. Игра. 4. Типа. James. 6. 5. 6. храните здесь заблужусь давайте в кузню зайдем погреемся а ну конечно в общем понятно надо ждать дня а господи ты кто все знают что мальчишка аретина проводит какой-то ритуал чтобы вызвать к темному братству кто ему помешает я точно не хочу вытащить доблести не бывает это просто же лучшим не нужно выбрать были готовы отправляйся к эльфу из тех которые орут скайрим для нордов я думаю здесь должны привечать всех это правильно да если спросишь меня не позволяй не ульфрику не самому скалобым из нордов тебя донимать большинство из нас всегда рады приезжим ульфрика не волнует проблему чужаков как только банда разбойников нападает на нордскую деревню ульфрик 1 трубит в рог и посылает людей но если напали на беженцев темных эльфов на арганиан или на каджитский караван не солдат не расследование ничего тут обосновалась банда головорезов которую ульфрик и пальцем не тронет пока они не угрожают нордам что если я расправлюсь ими бандитами это смелое предложение я готов тебе заплатить за такую работу 100 золотых разберешься с ними получишь награду а еще быть может я тебе покажу парочку приемов из арсенала старого солдата убежище потерянный нож ну понятно стандартный квест тут темный эльф назвал тебя героем войны я убил многих высоких эльфов во время великой войны и остался жив так что наверное да я герой войны великая война говоришь до чего же в ней великого с обеих сторон погибли тысячи и ради чего мы разве спасли империю или просто подготовили почву для восстания ульфрика для новой войны а зачем помогать темным эльфам я помогаю темным эльфам и наверное про мой разговор с малтером конечно темные эльфы имеют право жить только в квартале серых это отвратительная помойка настоящий трущобы и ульфрику так нравится мне кажется данмер и верит что я смогу открыть ульфрику глаза на их бедственное положение и тогда он сделает что-нибудь я стараюсь но ульфрик бездействует не по незнанию для него просто есть два типа людей норды и те кто ниже их ну понятно покажи этим марать да это не самый важный квест блин короче надо в таверну переночевать до 11 вечера сергей и суп приветствую тебя вновь да это special edition если ты не играл в скорим то special edition покупать однозначно стоит игра шикарная но она и была всегда шикарный также также вроде бы можно купить и и обычную легендарную версию вроде бы в стиме и не закрыли подешевле будет но с я мне нравится приятная графика атмосферный эффект и клево сделано освещение все вали давай отсюда честь тебе ульфрик честь и хвала адольф ульфрик да у меня коробка с картой 9 чего что за коробка с картой если у тебя есть игра в стиме туда можешь бесплатно получить special edition охренеть она всю ночь пела вот это молодец девка но все те же самые персонажи здесь честь и хвала да немножко я попутал слова 9 утра охранят тебя боги в битву вдруг так давайте в кузницу сходим когда-то отлично говорил тебе не трогать моим структуре у тебя свои у меня свои я его не трогала он же не мог сам убежать ты смотрел за наковальней мне кажется я его там видела ааа и правда извини спасибо что сказала ха 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 да и потрогать его похоже ты действительно восхищаешься ульфриком каждый норд должен восхищаться ульфриком он сражается за всех нас честно говоря это из-за него я решила обучаться кузнечному делу я хочу ковать оружие и броню для солдат великой армии бури ээээ подарочная а ну в DVD боксе я понял с картой на бумаге ну понятно с сортами наклейками и прочим хлопам не хотелось бы еще раз покупать то же самое ну так зачем спрашиваешь если не хочешь покупать я тебе говорю что спешл эдишн прикольная здесь хорошее освещение новые шейдеры в целом ничего нового кроме освещения графики и погодных эффектов здесь наверное нету ну то есть сто процентов нет вот как мне кажется но у тебя версия коробочная то есть если можно активировать через steam то активирует а у тебя скорее всего издание от издателя в россии я понял да ну хотя какого на одиннадцатого года или или какого не будет понадобится все говорят что ёрлун должна быть стиме лучше кузнец в скайриме ничего вот ты городской кузнец конечно а на кого я похож на кабацкую девку да не обижайся на мои слова я просто устал немного пытаюсь этот меч может быть я помогу тебе довести этот меч дома что особенно в этом мече яру хочет чтобы он выглядел как будто ему тысячи лет верховная королева фрейдис правила в винтельме во вторую эру ее меч легенда добыть настоящий меч было бы еще лучше но никто не хочет рисковать своей шкурой если ты найдешь этот меч я буду благодарен меня даже не спросили хочу ли я это делать просто чпок и все квест ваш хороша ли твоя сталь ничуть не хуже чем в айтране я уважаю ёрлунда но ему просто повезло работать в небесной кузнице огонь у них какой то другой сталь становится прочнее если это тебе о чем-нибудь говорит спрашиваю чем отличается вот и все но подробную инфу лучше на гугле там все подробно расписано но в целом я тебе сказал как есть в DVD версии должен быть ключ тебе правильно пишут активирован давно так если у тебя стим версия DVD бокса просто у тебя там код то ты можешь споршал эдишн получить бесплатно если у тебя было легендарное издание ты сам как относишься к националистам ребят это вопрос не на стрим тут комментарии излишни вот я просто скажу что я всегда считал и буду считать люди на планете земля абсолютно все одинаковые неважно неважно где они живут они все одинаковые все проблемы в мире это только из-за алчности жажды денег и и политиков политики развивают войны и все остальное не люди не мы с вами они лишь заставляют ненавидеть друг друга я не такой человек я ко всем нормально отношусь кто думает о прибылях если родина в опасности я же не купец я честный труженик чтобы привести ульфрика к заслуженной победе я готов изготовить хоть тысячу щитов шоровы кости да скоро по тысячу и выйдет так если нужна броня или новый меч обращайся меч королевы фрейдис местонахождение откос крегуэлло новый меч обращайся ко мне а стоп а что у тебя на продаже то братан нужно что-нибудь выковать клинки шлемы ну ты куда ушел то класс будем на расстоянии барыжить замечательно только лучше оружие и броня да только лучше все то же самое говно у вас в продаже ммм стеклянная броня пошла то есть вполне возможно что мы а почему у них я не понимаю почему оруч и луч оручий лук есть а стеклянного нету меч значит есть два ручья есть стрелы стеклянные есть оручий лук оручий лук для любого лук сергей суй если у тебя стим версии игры легендарные здания special edition ты можешь играть бесплатно она навсегда останется у тебя у тебя в твоей библиотеке странно странно должен быть вот и я о том же странно где нахер что это за блин ну лук надо брать паралис это просто мастхэв но по крайней мере я знаю что он никуда не денется в любом случае этот лук так что и странно почему у него повышенный урон 41 плюс 22 а у меня наверное кинжал выбран как основное оружие нету нет но дискриминация реально это бред почему так то и ценник тут конечно куда заоблачный вообще а чечной лунной камень пока не будем брать если встретиться путешественник которому нужно хорошее оружие и это хороший лук это хороший лук а у него просто эльфийский лук не заточенный и уже 41 и братья ко мне надо что-то думать но ради парализа хотя бы надо купить его то есть рано или поздно все равно я найду лук лучше но я сломав его я смогу сам накладывать паралич да блин это рандом да понял на легендарке больше экспозицию да причем значительно если вы ищете где бы выпить в таверне давно ли ты вильхельме я только недавно приехала с саммерсета скайриме столько возможностей как он относится к вам также плохо относятся как и к темным эльфам сперва было трудно местные норды относятся к приезжим по меньшей мере с подозрением но со временем я завела правильные знакомства и проявила себя так что никто меня больше не донимает темные эльфы слишком горды и наивны чтобы понять как на самом деле устроена жизнь потому что они живут в своей помойке и сейчас у нее будет стеклянный лук смотрите интересно искры у меня уже и так есть иллюзия цель не обращается в цель не обращается в бег в течение 60 секунд и получать дополнительные очки здоровья и запасы сил это нам не нужно это видимо для компаньона большой камень душ очень дешево стоит надо купить клык шкура тумычки естественно стекло но потом купим стекло вообще не проблема найти так а может быть я что-то смогу продать что у меня здесь кто-то зовет мой товар мусором но для меня это сокровище так вот можно зелье продать потому что я очень много всякого говна по нас собирал так двуручное оружие да нахер так невидимость и оставим зелья кузнеца так нельзя то не обнаружить ну пусть будет может быть когда им пригодится хотя у меня магия бесшумные поступи поэтому вряд ли я когда-либо буду использовать кстати говоря для бакстеба это может пусть будет пригодится спасибо за визит горожане называют да не за что потому что в свое время я ходил ты походу всем эту историю рассказываешь отец говорит нам просто нужно жить дальше пожалуйста не беспокой мою жену толу она все еще горюет твоя жена в трауре наша дочка недавно умерла я утяжаюсь крепкой медовухой ничто не может утешить мою толку я ищу амулет аркея который бы напомнил моей жене что дочка теперь с богами нигде не могу найти если найду принесу тебе непременно спасибо поучи меня обращаться с двуручным оружием давай-ка покажи да давай прощай прошу меня извинить я все еще не могу прийти в себя нужно что-то это все ваш собственный урожай впечатляют все свежее и сытное еще я выращиваю травы придворный маг вунферт платит нам чтобы мы растили послен кто знает зачем он ему слушай тебе не трудно отнести вунферту эту бутылочку посленного экстракта с удовольствием адам лично в руки спасибо наверно трудно здесь что-то выращивать старая поговорка о том что землю в скайриме способен обработать только норд вряд ли кому нибудь еще хватит на это терпение за полдня только и удается что вырыть в этой промерзшей каменистой земле бы разду для посадок но что еще нам остается есть лед и камни ну сосульки можно сосать тоже вариант погляди где погляди хорошего дня бедная нильсен совершенно разбита после убийства сестры я глубоко уважаю амбарис арендара но его взгляды все-таки слишком радикально ты живешь квартале серых я темный эльф и живу венхельме так что да я обитаю в квартале серых и должно быть недавно в городе нам не разрешают селиться в других кварталах только в этой помойке а то есть я и нахожусь серым квартале понятно и где что берешь товары везде если тебя волнует откуда что берется тебе лучше уйти нормально да немного того немного сего различные товары и инструменты которых никак не прожить не проходим а подходим все есть уже да смотрите вот и будут этого парня большой камень душ стоит дороже на 10 золотых нежели я купил буквально недавно видимо каждого нпс свой порог красноречия который сбивает цену ну ясно все обязательно посетите подержанные товары с адрес обязательно даже не думай белый флакон фрукты и овощи все свежие на любой вкус и кошелек а почему я в кузню то не могу попасть или это чистый личный жилой дом дать ка я туда схожу ночью я не смог зайти днем тоже заперто а стоп зачем ой странно запалил хотя не было надписи вот здесь надо будет сейчас очень осторожным потому что они могут войти сюда лорда меркс рад видеть добрый вечер добро пожаловать ну я и говорю да то есть это дом кузнеца обычно учитывая как вайт ранее сделано то есть там он и живет и торгуют изнутри но правда его женат погибло от рук вампиров а муж торговец ну как то вот я подумал что здесь тоже самое ну ладно интересно я могу наковальню украсть просто представьте себе это в какой карман надо ее положить нет это все фигня книги сейчас почитаем обязательно полоски кожи берем он блин пипец вы представляете сколько здесь текста 4 тома охренеть и и это все же было написано люди переводили сидели просто титанический труд слушайте а он тут неплохо то обжился красота тут нет ничего стоп блин я где-то видел что есть сет кузнеца который когда вы одеваете он вам прибавляет к кузнечному делу но что-то я такой еще не видел так здесь получается все замкнуты да может быть сейчас не будет стеклянный лук все говорят клинки и шлемы практически все необходимое нет видимо дожжи должны сутки пройти чтобы у нее обновился товар ладно надо быть нему по за и заглядывать ранее или требуется новый меч обращайся так давайте сюда зайдем белый флакон интересное название честно со мной все будет хорошо мастер вы слишком старый для таких путешествий мы не знаем что внутри давайте я схожу вместо вас посидите я вам принесу лекарства если бы от моей хвори было лекарство о чем вы спорите это дело моей жизни вот и все я наконец-то вычислил местонахождение белого флакона если ты скажешь мне где он я принесу его тебе конечно бесплатно причем хотя нет за 100 золотых сделала старикам скидка захоронен вместе со своим создателем курал милым во всеми позабытой пещере к западу отсюда запад изобретателем ну да вот эти пещеры походу которые я открывал это это я на они будут алхимии чтобы добраться до его могилы тебе повезло я уже сварил нужное зелье вот возьми пожалуйста не мешкай я уже и так потерял здесь слишком много времени споря с моим никчемным поможем да микстура нори лиона а что такое белый флакон то на что я подписался созданный еще в те времена когда скайрим только покрывался льдом он сделан из обработанного магии снега самого первого снега который лег на склоны глотки мира считается что любая жидкость налитая во флакон сама собой восполняется для меня алхимика это истинное произведение нашего искусства создавать что-то из ничего это это поэзия кстати говоря вот его озвучивает актер дубляжа он нравится мне как он работает он частенько озвучивает помните бэтмен трилогия нолана его дворецкий то ну короче это очень известный голос прикольно прям ну действительно старается видно почему этот флакон так важен для тебя я посвятил всю свою жизнь по поискам потому то я покинул теплые берега самерсета и поселился в этих замерзших землях я целые годы проводил в библиотеках искал крошечные деревушки и записывал местные легенды в надежде найти хоть крупицу сведений о флаконе я даже свою лавку назвал в его честь вдруг название привлечет сюда кого-то кто слышал о нем а теперь пиарщик от бога он пошлишь ты у меня в руках но похоже восемь богов решили поразвлечься глядя на мои тщетные усилия в моем нынешнем состоянии мне никогда не заполучить давайте глянем что он продает значит алхимик а это яд это яд это не зачарование не знаю но можно купить конечно пусть будет я думаю когда-нибудь где-нибудь может пригодиться так нам кстати говоря у него прикольные флакончики нам надо на кузнеца но она дорого будет стоить да он будет дорогой он где-то 700 примерно так а что я сам могу вам продать зелье я уже продал недавно да все почему-то еще здесь добудет давай дед не ария добудя будь понятно голубой горноцвет флакон дурья башка вы это слышали не терплю лодыри и бездельников нечего тут шататься давай дед чел аут о своевременно ну-ка что у тебя в кармашках то ключ от белого флакона давайте возьмем ты не достанешь мне астрологию обойдешься и твои совести преступления против скайрима и его народа что ты можешь сказать в свою защиту молодец удивительно что охранник отделал в магазине где сейчас окажусь в тюрьме мастер у меня вопрос о свойствах на стоя маранты проклятие разве я говорил тебе собрать и привести я так мои записи по второстепенным свойствам материалов да и я работаю над этим но я просто хотел еще когда я говорю тебе что то сделать я хочу чтобы это было сделано да мастер я понимаю я просто хотел еще заняться собственными исследованиями на собственные проекты трать собственное время а не мое ученик должен слушаться мастера если он прилежный ученик да мастер простите меня я сейчас же приступлю к сортировке ваших записей блин отличное зелье хромкий приветствую добро пожаловать это и есть переиздание чтобы просто поглазить на товар нет я как раз именно для этого здесь а кто меня палит ай чуть ну что ты можешь сказать в свою защиту а вот этот баран сидит да парень то меня палил надеюсь у тебя есть деньги и ты тут не для того чтобы просто поглазить на товар нет именно и так есть сейчас на пойдет сюда игра настолько сурово что есть даже лопату можно украсть интересно извини что я иногда бываю излишне резок с тобой иногда мне просто кажется что мне недолго осталось не переживай дед я найду твой белый флакон и у вас еще масса времени не будь так уверен но ты уже помолол сушеные снежные ягоды нет еще нет простите я увлекся чтением о возможных эффектах дистилляции что ты ничего не делал и почитывал книжку нет я просто хотел брать с глаз моих это он ему сказал да ну у дедушки просто поймите у дедушки шизофрения поэтому ну ему сложно спрячемся там был я видел блин там был сейф небольшой давайте ломанем давайте ломанем уровень а эксперт я мне показалось новичок а у у Субтитры сделал DimaTorzok Да блин! Я посмотрел на него, он посмотрел на меня, искра. Субтитры сделал DimaTorzok Ладно, гоу отсюда. Ух ты, какой красавчик! Лич какой-нибудь? Так, ну что, гоу дальше, гоу дальше по улочкам этого города. Круто было бы, если ночью из могил встали бы, поднялась бы нежить. Такой, знаете, секретный квест. Было бы клево. Передай ему, что я заплачу двойную церковь. Зал мертвых. Так, а это... Это нам... С какой стороны-то мы зашли? А, это от центрального входа. Кстати, вот здесь можно бревна нарубить. Получается, да, здесь тупик. И это мы обратно идем к таверне. Да. Кстати, очень грамотно это сделано. Вот вайтран, конечно, он такой запутанный. Тут все логично. Это зал мертвых. Когда-нибудь ты тоже тут окажешься. О, господи! Бабка, ну ты че? Моя работа простая. Мертвецы особо не... К счастью, в Виндхельме почти всегда холодно. Поэтому трупы разлагаются не так быстро. Хотя иногда приходится откладывать похороны и ждать, пока земля немного оттает. Нужно что-то? Я слушаю. Я чувствую. Убирайся от меня. А, она заметила собака. Ох, какой лук красивый. Это вампирский, походу? Когда появляются на экранах загрузки вампиры, вампиры, у них обычно вот такое вот, такого плана оружие. Черно-красное. Понятно, бабка. Я тут погуляю немножко тогда. Что-то за расщелина такая интересная. Получается, здесь где-то... получается здесь где-то захоронение должны быть это она да это наверное да это она бабуль ты говорила про трупы одессе одни скелеты господи ну это выход в город а ну тут связано все понятно благословление что он дает то общее благословление аркея что это нету но видимо здесь не должно писаться так давайте слева направо пробежимся ну парни тут неплохо устроились в принципе я уже видел раньше эту дверь но смысле такую стенку здесь походу где-то рычаг должен быть либо какой-то квест здесь будет пусто и сюда не все правильно я пошел благословление арки плюс 25 к хп ну хп мне не столь нужно противники обычно до меня не успевают доходить но это для чего-то здесь нужно этот храм неспроста он здесь так ну что же давайте дальше идти да там как раз говорили здесь клана расколотый щит еще какой-то понятно пока не будем взламывать а это наверное другой клан до сокол какой-нибудь дом виолы джордана надо про не нам тоже говорили значит она где-то гуляет можно кстати попробовать ломануться но мастер блин проще ключ украсть проще украсть ключ тут на 1 тетвой нпс мне вот интересно полы давать им после того как его призовут седобороды жестокое море а вот они до раскола тащит и жестокое море все порядке да все тип то спасибо что поинтересовались а это наверное собственно к ярлу мы пойдем да да но пока нет еще рано к нему и все надо вот что-то придумать что с этими домами делать а здесь тоже заперто наверное здесь до хрена домов многовато жестокое море здесь нужен ключ изломать нельзя то есть это как какое-то сюжетное здание крайне важно ладно не будем ничего взламывать пока что пока что не будем давайте восточную часть еще города глянем и тогда уже к ярлу пойдем может быть заперт потому что неподходящее время суток ну вроде бы день у нас до 5 вечера но видимо да надо утром к ним идти да ладно ни хрена себе это вот этот серый район наверно где эльфы бедные страдают поговорить а ну может быть давайте заодно и сходим с это правда ну о чем все говорят а венду саретина творит черное таинство хочет призвать темное братство ох гримвар ты всегда веришь разным глупостям нет конечно нет это просто слухи а ладно тогда я с ним поиграю он живет рядом я постучусь к нему и нет нет подожди он и его дом они прокляты ха тогда я прав так и знал он хочет избавиться от кого-то хорошо я не стану отрицать слухи правдивы но авентус аретина пошел по плохому пути его действия принесут только горе а теперь все довольно мы больше не будем об этом говорить тебе не нужны никакие друзья как а я могу быть ему другом ты знаешь моего отца он очень важная персона он иногда даже с ярлом говорит и кто же твой папа мой папа торстом жестокое море он очень богат и он хозяин фермы астралист он мне сказал что хочет чтобы я стал моряком когда вырастут потому что наша семья всегда была связана с морем но я не хочу быть моряком или там земледельцем я хочу быть стримером самым сильным на свете привет привет хочешь со мной бред в салки что ли опять ну давай поиграем что правда здорово тогда выбирай салочки или прятки так салки мы играли давайте в прятки сыграем давай сыграем в прятки друг я все лучшие места знаю я тебя в раз обыграю стой тут и считать до десяти только чур не подглядывать ладно давай начали 1 2 3 4 10 ах ты ублюдок ты куда меня идешь все ты попался меня нашли раз два три четыре пять я иду искать аааа пацан он город лучше меня знает во нычка богов ну парень все давай мне уже надоело здесь сидеть мои эльфийские ноги замерзли уже короче с концами парень ушел так ну давайте вот отсюда